Когда пресса, радио и телевидение наполнены сенсациями и негативной информацией, пожалуй, только православные СМИ всегда несут добрые вести людям. Это важно во все времена говорить о добре. Санкт-Петербург для православных людей – не просто северная или культурная столица России. В те времена, когда нашей церковью управлял Синод, Санкт-Петербургская епархия по старшинству и чести была первой епархией Русской Церкви. А значит, в каком-то смысле, этот город сегодня можно считать и второй столицей русского православия. Здесь находится множество прекрасных храмов и почитаемых святынь. Здесь располагается Свято-Троицкая Александродневская Лавра – второй монастырь в России, имеющий такой статус после Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде. В Санкт-Петербургскую митрополию мы приехали, чтобы помолиться, поклониться святыням и испить воды живой. Про воду это, конечно, образно. Так называется официальный епархиальный журнал. Это издание относительно молодое, однако корни его прослеживаются еще из позапрошлого века. Он возник в 2000 году как церковный вестник. Его первое название – церковный вестник. Имеется в виду официальный журнал Санкт-Петербургской епархии. Хотя на его обложке написано, что он продолжает преемство дореволюционного журнала, тоже под названием «Церковный вестник». Но эта связь такая чисто, я бы сказал, символическая. С тем журналом по существу, как бы связи как таковой по существу нет. Поэтому мы можем говорить о новом журнале, который создан в новое время. Я имею в виду под новым временем те годы, последние 20 лет, когда церковь и вообще все общество в России живет в совершенно других условиях, чем это было при советском режиме. И вот был создан журнал в 2000 году. И он пришел на помощь другому журналу, который у Санкт-Петербургской епархии уже был. 9 лет он уже существовал на тот момент. С 1991 года был журнал «Санкт-Петербургские епархиальные ведомости». И вот в параллель к нему был создан еще один церковный вестник для того, чтобы рассказывать о событиях церковной жизни на территории Санкт-Петербургской епархии. В таком виде он и с таким названием этот журнал просуществовал до 2005 года, когда к этому названию церковный вестник было присоединено название «Санкт-Петербургский церковный вестник» для того, чтобы обозначить локальную привязку. Но и этого оказалось мало для того, чтобы обновить журнал и сделать его более таким оригинальным, узнаваемым, отличным от другого ряда вестников, которых много во всех сферах, не только церковной. И с 2007 года Санкт-Петербургский церковный вестник стал называться «Вода живая», каковым существует и до сих пор, и стало быть ему уже в этом качестве, и с таким названием ему уже пять лет. В православной медиасреде ориентироваться легко. Многие средства массовой информации имеют говорящие названия – «Благовест», «Спас» или просто «Церковный вестник». Журнал «Вода живая» сразу обращает на себя внимание названием, необычным для официального церковного издания. Конечно, метафор на этот счет существует множество. Самое распространенное – «Живая вода», «Сказочный помощник всем попавшим в беду». Однако концепция журнала, конечно, далека от сказок. Это подчеркивает и эпиграф из Евангелия от Иоанна. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Мы стали искать название, которое бы удовлетворяло целому ряду условий. Одновременно не хотелось, чтобы оно было таким легко воспринимаемым, как церковное, религиозное, православное что-то. Вот то, о чем вы говорите, там, благочестие или, как вы сказали, благовест или что-то в этом роде. Это были хорошие слова и ассоциируются прочно с православием, с церковью. Но именно этого и не хотелось для того, чтобы не создавать сразу впечатление, что журнал предназначен исключительно для глубоко церковных, сделавших свой выбор людей. Но при этом, одновременно с этим условием, чтобы название было таким, скажем так, мирским, чтобы оно, тем не менее, было и глубоко символичным с точки зрения христианского вероучения и Библии, Евангелия. И таким словосочетанием как раз и является словосочетание «вода живая». Для меня это словосочетание совершенно четко и прямо связано с Евангелием от Иоанна, где оно неоднократно повторено из уст Спасителя, Иисуса Христа. Это выражение означает Святого Духа, который наполняет сердца верующих, наполняет церковь и вот бьет ключом, если продолжать образ воды, воды живой, то есть текущей, проточной, движущейся воды. Это символ Святого Духа, который оживотворяет церковь. Лично у меня ассоциация только такая, хотя я понимаю, что это словосочетание используется и в других контекстах, фольклорных и разных культурах. Но для тех, кто знает Евангелие, это выражение вполне четко относит нас именно к христианскому контексту. Уже своим названием журнал «Вода живая» подчеркнул, что обращается не только к тем людям, которые пришли в храм, но и к тем, кто стоит на пороге храма, задумывается о своей жизни, о вере, о связи с Богом. Не случайно традиция епархиального издания проложена из XIX века, ведь тогда в России можно было не уточнять, православный это журнал или нет. Вера была неотъемлемым атрибутом жизни людей. К какому бы сословию ни относился читатель, он не мыслил жизни без Бога. У нас есть своя адресная аудитория, и это те, которые понимают, что, являясь православным, при этом нужно и можно быть человеком, думающим, внимателем к своей вере, рассуждающим о своей вере, самое главное, пытающимся применить свою веру к своей реальной жизни. Мы пишем о проблемах современного человека, о том, с чем он сталкивается, являясь сотрудником на своей работе, являясь, не знаю, членом своей семьи, являясь гражданином нашей Родины. Вот об этих проблемах наш журнал пишет. Вот то есть средний класс, образованные люди, молодежь, люди, которые пришли веру в церковь сознательно, вот это аудитория нашего журнала. Официальное епархиальное издание означает большую ответственность, ведь прихожане петербургских храмов узнают из журнала официальную позицию церкви по различным вопросам. В то же время создатели журнала сразу решили уйти от понятия официоз и поставили себе задачу стать изданием, понятным любому современному человеку. Мир стремительно меняется, по различным проблемам возникают споры, и церковь в этих спорах охотно участвует, чтобы донести до верующих свою точку зрения. Наш журнал не боится касаться острых проблем нашей жизни. Например, тема номера Мартовского – национализм, христианский ответ на национальный вопрос. Тема номера Февральского – это развод. А говорят точно, тема этого номера – всегда ли развод – это зло? И так далее. Мы касаемся вопросов крайне острых и даже, скажу больше, болезненных. Это вопросы миссии, вопросы отношения государства и церкви, вопросы отношения общества и церкви, вопросы того, что бывает тяжело войти в церковь, и отчасти, даже, скажу больше, часто, мы, верующие люди, являемся причиной этих сложностей. Вот этих вопросов мы касаемся. Самый главный вопрос, который мы подняли в теме «Христианский ответ на национальный вопрос» – что такое национализм вообще? Это хорошо или плохо? Вот вы мне скажите, пожалуйста, хорошо или плохо национализм? Для многих людей слово «национализм» стало ругательством. «Я националист», «оу, ты там». И оно как бы отождествляется словом «фашист», правильно? И вот, в принципе, у нас рассматриваются разные мнения. То есть, как бы, говорится о том, что национализм, он может быть вообще хорошим и здоровым. Другие люди говорят, что во Христе нет ни эллины, ни иудеи, и вообще слово «национализм», оно как бы не очень приемлемо. Ну, и, собственно говоря, мы хотели показать все грани вот этих вообще понятий. Насколько полно это получается сделать, вопрос, конечно, открытый. То есть, я считаю, что «Вода живая» – это журнал, который растет, который, в принципе, не всегда содержит там профессиональные даже очень кадры, да, а может быть, какие-то неравнодушных, интересующихся людей. Но мы стараемся все-таки в соответствии такому довольно высокому уровню и вот надеяться, что все-таки вот журнал растет. Поэтому что-то получается, а что-то не очень. Мы стараемся осветить проблемы нашей жизни с позиции христианства, с позиции света Христа. Вот цель нашего журнала. То есть, мы являемся миссионерами, просветителями в нашем церковном округе, в нашей епархии. Журналисты «Воды живой» рассматривают свою работу как миссионерское служение. По слову апостола Павла, миссионер должен для всех стать всем. Журналисты и редакторы понимают, что для того, чтобы слово «Евангелие» услышали люди за церковной оградой, нужно к ним выйти. Есть, конечно, у журнала и критики, которые критикуют «Воду живую» за несколько либеральные взгляды, за потакание современной культуре. Но известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. А мир православия тем и интересен, что он разный и не замыкается только лишь на церковной кафедре. Мы являемся христианами, что бы мы ни делали. Мы являемся или мы рок-музыкантами, или политиками, или министрами финансов и так далее. Мы все равно должны делать нашу работу, творить, являясь христианами. Понимая, что мы христиане, во-первых, а во-вторых, все остальное. И поэтому журналы, не только наши журналы, и московские журналы хорошие очень есть, они пишут обо многом. И о музыке, и о кинематографе, но с позиции христианства. Поэтому мы этот подход поддерживаем, мы являемся сторонниками этого подхода. Православные издания редко имеют материальные возможности, чтобы проследить в деталях, кто читает журнал или газету. Но «Вода живая» связь с читателем держит постоянно, используя для этого все возможности, которые предоставляет и технический прогресс, и личное общение. Читает мой 14-летний сын, поэтому, можно сказать, молодежь нас читает. Он вот тут подверг критике материала Ирия Алексея Волчкова про рэп. Он сказал, что рэп все-таки не надо так серьезно рассматривать. Помимо сайта, это есть социальные сети, мы там активно присутствуем, то есть переписываемся, делаем обсуждения. У нас есть группа ВКонтакте, Фейсбук и так далее. Помимо этого, у нас есть ежемесячные встречи с нашими читателями в православных приходах, в молодежных клубах нашей епархии. Раз в месяц. Кстати, о техническом прогрессе. О присутствии церкви в интернете не раз говорили уже и святейший патриарх, и архиереи, и церковные журналисты. Миссия совершается там, где находятся люди. А если большая часть современных людей огромное количество информации получает из сети, то почему церкви не использовать этот канал для служения и достижения благих целей? Сайты русской православной церкви для многих стали тем самым окном в мир, которое просвещает светом Христовым огромное число людей. Вода живая активно старается привлечь внимание и прихожан, и священнослужителей к интернету. Мы являемся еще, скажем так, теми, кто пытается стимулировать позитивные процессы нашей епархии. То есть мы пытаемся вызывать позитивные какие-то изменения в нашей церковной жизни. Например, мы считаем, что веб-присутствие церкви в интернете является очень важным элементом. Очень важно, потому что храм, у которого есть сайт, это храм, который считает, что это важно, чтобы о нем узнали, это важно, чтобы узнали правильно, это важно, чтобы у этого храма была хорошая репутация. Поэтому у этого храма есть хороший, грамотный, хорошо оформленный современный сайт. Время многое меняет. Если раньше проповедники христовой веры рассказывали о Евангелии на базарных площадях среди ремесленников и торговцев, то сегодня можно делать это и на журнальных страницах, и в сети. Главное не забывать о смысле проповеди и сути нашей веры. Люди – это коварные, костные существа. Нам нужно постоянно напоминать о том, что мы христиане, и что такое христианство. Наш журнал в идеале является тем, что напоминает человеку, священнику или православному верующему, что есть христианство в его правильном понимании. Понимание образа жизни современного христианина и православной культуры – это то, чего так не хватает многим из нас. В конце концов, церковь – это не собрание догм и канонов. Это люди, которые хранят Слово Божье в своих сердцах, живут по заповедям Христа и по наставлениям святых отцов. Церковь – это жизнь, та самая, которая не может существовать без живой воды священного Писания. Без воды – живой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова